Привет, с вами Сойер, и сегодня я расскажу вам всю правду про программистов. Знаете, программисты очень любят преувеличивать. Например, меня часто спрашивают, зачем я создал свой YouTube-канал. Заметили слово «часто»? На самом деле, меня спросили ровно один раз, а я всем говорю «часто». Все дело в том, что я программист, я люблю преувеличивать. Еще программисты знают только два числа, ноли много. Если программиста спросить, сколько времени тебе нужно на решение данной проблемы, он скажет «не знаю, здесь много работы, нужно много времени». И он ответил бы «ноль», но не подходит совершенно. Поэтому остается только число «много». И когда менеджер все-таки надавит и скажет «говори конкретно, сколько нужно времени», программист скажет «не знаю, часов 10». И знаете, что он будет делать 10 часов? Правильно, 9 часов. Он будет заниматься не пойми чем, потом за час быстро все решит и снова займется не пойми чем. А когда его менеджер спросит «что ты делал 9 часов», знаете, что он ответит? Он скажет «программирование – это сложно. Я думал, анализировал и искал решение». Менеджер такой «подожди, мы просили добавить точку в конце предложения, устранить простую орфографическую ошибку». «Зачем 9 часов?» И программист такой «ты менеджер, что ты понимаешь в программировании?» И действительно, рядовой обыватель мало что понимает в программировании. Они считают, что у программиста ровно две проблемы. Первое – программисты слишком умные. Второе – программисты получают слишком много денег. И мало кто знает, что программисты уже давно решили первую проблему. Они придумали стэк «мать его оверфлоу». И теперь они просто копируют код оттуда и получают за это много денег. И когда программист говорит, что он 9 часов искал решение, это значит, что он 9 часов искал решение на стэк «оверфлоу». Это не метафора, это буквально. Почему 9 часов? Просто не мог найти. И вы скажете, вот, если нет решения на стэк «оверфлоу», то программист, наверное, напишет его сам. Нет. Тогда программист копирует произвольное решение, добавит его в репозиторию, отдаст заказчику. А когда заказчик придет и скажет, что за хрень ты мне подсунул, знаете, что он скажет? Программирование – это сложно. Баги неизбежны. Мы будем решать их. И это значит, что он снова пойдет на стэк «оверфлоу» и добавит там свой вопрос. И будет ждать, когда на него ответят готовым кодом. Так это теперь работает. Программисты решили первую проблему. И вы думаете, что так считаю только я? Нет. Так же считают другие ютуберы. Другие ютуберы – программисты. Они хорошие программисты. Но они считают так же. Я подобрал несколько каналов. Я мог бы начать с канала «Howdy Ho» – это образовательный канал, но тогда мне пришлось бы сразу закончить этот разговор. Это было бы слишком нечестно. Поэтому я посмотрел на другие каналы. Я взял канал «Extreme Code». Звучит как хардкорный канал по программированию. На самом деле так оно и есть. Ребята жгут не по-детски. Я посмотрел их ролик про объектно-ориентированное программирование. Знаете, что они сказали? Они 20 минут обсуждали, что инкапсуляция – это не сокрытие данных. И это можно было бы воспринять как шутку. Но потом несколько месяцев в комментариях обсуждалось ровно то же самое. Программисты решили, первую проблему – им больше не нужно быть умными. И можно обсуждать что угодно. Я пошел дальше и нашел канал «Айти Бороды». Там хорошие программисты рассказывают про свою жизнь. Я нашел интервью JavaScript разработчика. И знаете, что он сказал? Он повторил слово «говно» столько раз, сколько я за всю свою жизнь не слышал. И говорил он про Node.js. И если Node.js такое говно, то зачем на нем программируют? Правильно, программисты решили первую проблему. Теперь важно, чтобы язык программирования был простым и был хорошо представлен на Stack Overflow, это JavaScript. Сегодня даже школьник может программировать на JavaScript. И знаете, что нас спасает от школьников, которые могли бы забрать нашу работу и отправить нас на рынок труда? Нас спасает Рудовой Кодекс. Он запрещает работать школьникам. Слава Богу, есть Рудовой Кодекс, и мы можем копировать код со Stack Overflow и получать свои большие зарплаты. Но все это молодые ребята, вы скажете, это молодая гвардия, это непоказательно. Окей, канал Сергея Немчинского – это бородатый программист, который начинал еще в то время, когда программисты были и умные, и богатые. Что говорит он? Он говорит, алгоритмы не нужны, математика не нужна, и высшее образование такое себе. И тут, возможно, вы спросите, а как же собеседование? Почему до сих пор на собеседованиях спрашивают про алгоритмы, если в работе они не нужны? А что вы хотели, чтобы вас спрашивали, как пишется Stack Overflow? На собеседованиях мы все еще делаем вид, что мы умные. Ведь там могут присутствовать работодатели. И менеджеры. Они не должны знать наш секрет. Есть и другой канал. Канал Senior Software Vlogger Дима Рожков. Он никогда не ошибается, он не умеет ошибаться в принципе. У него красный диплом, он живет в Германии, у него нет права на ошибку. Что говорит он? Он говорит, что английский язык не нужен тоже. Все почему, правильно, программисты решили первую проблему. И меня это чертовски пугает. Ведь если они решили первую проблему, то теперь ничего не останавливает их от решения второй проблемы. Я всегда думал, программисты умные ребята, они всегда будут получать много, теперь это не так. И тут я подумал про YouTube. Ютуберы, они очень умные, очень богаты, они совсем как программисты. Я очень подхожу под это описание. И я пришел на YouTube. Я начал записывать ролики, знаете, что я понял? Я ошибся. Ютуберы, они очень умные, но не очень богаты. Ютубер, он получает примерно как учитель в школе. Но учитель в школе, это уважаемая профессия. А ютубер, вы видели, что пишут ютуберу в комментариях? Никогда не повторяйте это при родителях. Они запретят вам заниматься ютубом, не делайте так. Но тем не менее, YouTube мне помог. Знаете как? Я остался программистом и получаю много денег за то, что копирую код со Stack Overflow. Я стал ютубером, чтобы казаться очень умным. Но мне по-прежнему страшно. Ведь я знаю программистов, они упертые ребята. Если они решили первую проблему, они непременно решат вторую. Я знаю, что меня смотрят много программистов. Ребята, давайте не будем пилить суп, на котором сидим. Ведь если мы упадем, то нам всем придется искать реальную работу. А мне очень этого не хочется. Мне нравится копировать код со Stack Overflow и получать за это большие деньги. И если вы думаете, что программирование это сложное, и единицы могут им заниматься, то вы ошибаетесь. Программисты решили первую проблему. Давайте не будем решать вторую проблему. Подумайте об этом. А с вами был Сойер. Спасибо, что слушали. До свидания.